Новый формат состоявшегося ежегодного районного форума органов территориального общественного самоуправления под названием ТОСТУР. Презентация значимых объектов и пространств Лавенского района запустил будущий калейдоскоп экскурсий по муниципалитету. Наша съемочная группа вместе со славенскими квартальными совершила увлекательную экскурсионную поездку. Участники форума прогулялись по новому современному парку в Хуторе Маевском и спортивной площадке, возведенной в рамках программы «Инициативное бюджетирование». Глава Маевского сельского поселения Андрей Дмитриченко рассказал о том, что новые благоустроенные территории стали местом для отдыха молодежи и хуторян старшего возраста. Также он поделился с квартальными ближайшими планами на будущее, которые сверяются с пожеланиями жителей. Участников экскурсии встретил председатель армянского общества культуры и милосердия имени Папазяна Айк Милтанян, который поведал об истории армянского народа. В армянской апостольской церкви экскурсанты познакомились и пообщались с настоятелем. Хозяйки общества угостили гостей национальными сладостями и сочными фруктами. Большой интерес у форумчан вызвали новый центр спортивных единоборств «Медведь», реконструируемый памятник Таманской армии и обновленная преобразившаяся городская набережная, которая стала одной из жемчужин районного центра. В музее общественной организации «Клуб К-95» и поискового отряда «Кубанский рубеж», расположенном в Доме молодежи, славянские квартальные узнали многое об экспонатах, которые были собраны благодаря напряженной работе наших поисковиков. Начальник штаба славянского поискового отряда «Кубанский рубеж» Богдан Фуфалько заинтересовал экскурсантов своим рассказом. «Для нас это очень важно, потому что мы с помощью этих вещей всех, мы установили людей, установили командиру на крышках, на ложках. Я всем детям рассказываю, что важно. Человек, если голодный, ему вообще страшнее голода ничего нет. Если голод, человек ничего не хочет делать. А когда он покушал, котелочек есть и ложка, а ложка зачастую теряется. Вот такие делали самодельные, чтобы можно покушать. Мы находили при бойцах или с помощью рильзы удлинял. В любом случае, чтобы человек что-то был. Ну и вот остальные бытовые вещи, которые вот здесь есть, даже швейная машинка, она найденная, да, что-то в себе обслуживали». В поселке Забойском произвели впечатление благоустроенный парк со спортивной и детской площадками и удивительный храм святого благоверного князя Александра Невского, необычной своей архитектурой и росписью. «Сегодня мы побывали во многих сельских поселениях, где мы увидели очень много досопримечательностей, где мы увидели новые территории, храмы. Спасибо нашему руководству за то, что организовывают такие форумы, за то, что организовывают такие выезды по поселениям. И хотелось бы, чтобы это была такая традиция». Завершилась увлекательная экскурсия в станице Анастасиевской. Станица в последние годы похорошела. Ее благоустройство действительно радует. Чего стоит только современный парк, в котором хорошо в любое время года. Участники экскурсии побывали в новом храме и почтили память павших героев у мемориального комплекса. Очень интересно было всем и в музее боевой и трудовой славы станицы Анастасиевской. Конечно, для экскурсантов эта поездка стала настоящим событием. «В сегодняшней поездке мне понравилось то, что мы делимся опытом, смотрим, как живут другие поселения. Очень понравилось то, что люди стремятся усовершенствовать все свои парки, парковые зоны. И хочется сказать, что люди берегите все это и старайтесь как можно больше участвовать в этой жизни и приумножать всю красоту нашей Родины». Участие в этом мероприятии очень помогло всем еще лучше узнать, чем богата славянская земля и с первых рук получить важную информацию. Администраторы по работе с населением – это люди, которые держат руку на пульсе жизни. Они смогли пообщаться, обменяться ценным опытом работы по благоустройству в разных поселениях. И они смогут сделать еще больше, когда чувствуют реальную поддержку. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко, программа «События».